Итак, сегодня ответы на комментарии под видеороликами. Анекдоты от Алексея Серебряного. Комментарий. Девушка, перестаньте жрать. Девушка говорит. О, вы заботите о моей фигуре? Нет, вы жрете мою водку. Алексей Серебряный делает очень интересные видеоролики. Очень смешные анекдоты. Вы можете посмотреть, найти и посмотреть. Адольф Жуков. Крайне удачное и юморное видео. Желаю и жду коллаборацию с каналом Внук Елькина. Настоящую коллаборацию, наверное, не получится. У Внука Елькина больше подписчиков. И у него меньше свободного времени, даже чем у меня. Но попробую сделать, как обычно, якобы с Внуком Елькина. Всего добрейшего. Спасибо за пожелание. Вам тоже. Всех благ. Здравствуйте, Дед-21. У нас есть желание сделать обмен рекламой. Вам это интересно? Начал монтировать. Но пока не закончил. Анекдоты от Алексея Серебряного. За что на тебя жена вчера вечером так урала? Да, за библиотеку. Ходил вчера в библиотеку? Да. А урала за что? Трусы в читалке забыл. Еще интересный комментарий. Вот Алексей Серебряный тоже пишет. Пришли Винни-Пух с Пятачком в гости к кролику. Нажали сгущенки с медом без хлеба и собрались под умом. Винни застрял в кролище и нуре. Никак вылезти не может. Тут кролик говорит Пятачку. Пятачок, ты иди наружу и тащи Пуха. А я его отсюда толкать буду. Тащит Пятачок в Винни. А тот друг, выпущив глаза, спрашивает Пятачка. Пятачок, у тебя ружье есть? Есть дома? Отвечает свинья. Винни говорит. Тащи быстрее. Это какой-то неправильный кролик. Олег Викторов. Привет, дед Петруха. За смешные и классные рассказы. Скоро ты будешь, как Василий Иванович с Петькой. Из знаменитых анекдотов. Спасибо за интересный комментарий. Олег Викторов делает очень интересные клипы. С 3D мультипликацией. Можете посмотреть. Это удивительно. Игорь Полянский. Если вам нравится красивое релакс-видео, приглашаю на мой канал. Кто кому нравится, можете посмотреть. Игорь Полянский. Автобус 1-2-3. От меня лайчонок и подписка. Дедушка Петруха. В следующий раз дайте покепку этому реперу, чтобы не ругался много. Это про видео, где якобы Моргенштейн. Анекдоты от Алексея Серебряного. Пока моя девушка спала, я встал и приготовил ей завтрак. Потом проголодался, съел его и лег обратно в постель. Как жаль, что она не узнает, какой я идеальный мужчина. Миллионер Мудрый Китаец. Оставил комментарий. Внимание, мы с вами друзья. Каждое ваше видео будет поддерживаться нами. Чтобы мы были успешными блогерами. Делайте то же самое, и мы придем к вам. Поможем блогерам друг другу поддержкой. Мудрый Китаец очень помогает друзьям и старается поддержать всех. Можете посмотреть. Биг Уе. Е-Уе. Где вы пригласили Лукашенко озвучивать анекдоты? Ну, вообще-то, озвучивал я. Анекдоты от Володи. Дед Петруха, не пей сегодня кофе. Пей наливочка. Наливочка, у тебя же в роликах крик «Наливочка», если прислушаться. Лайк. Да. Улыбочку, наливочку, анекдотико. Спасибо, Володя, за интересный комментарий. Анекдоты от Алексея Серебряного. Сидит ворона с сыром во рту на дереве. Прибегает мимо леса с палкой. Бьет ворону. Забирает сыр и убегает. Ворона с удивлением. Ну, ничего себе. Басню сократили. Анекдоты от Алексея Серебряного. Врач пациенту. Не будете пить, продлите себе жизнь. Пациент говорит. Слушай, правда, доктор. Всего неделю не пил. Так она мне годом показалась. Богдан Янович. Если вы не знаете этой информации, то на вас распространяется поговорка «Век живи, век учись, и дураком помрешь». Внутренний голос, подставные чувства, подставные мысли. Оказывается, это неестественно для человека. Мои наблюдения. Много слышал от людей что-то по поводу внутреннего голоса, какая-то необъяснимая нормальным наглядным доказательством, интуиции. В детстве я ни во что не верю. Решил проверить. Тело свое мощным металлоискателем. Металлоискатель сработал на голову и руки. Имеются, значит, металлические, не железные, так как не магнитные, даже с сильными неодимовыми магнитами. Так как не магнитятся, даже с сильными неодимовыми магнитами. Магнитные предметы. Такой вот привет из роддома, о котором не ставят почему-то в известность родителей. После этого мне стало интересно. И я сделал МРТ головы. Для начала, так как стоимость процедуры недешевая. И обнаружил радиоимплантант возле правого уха. Который, как я понимаю, имплантировали мне в роддоме. И это не голоса. Это чувства. Так как идет непрерывная работа по нервной системе. А сдубляйтесь. Это Кремль гнида. И спецслужбы. Это не голоса. Это не внутренний голос. Это не порча. Это не сглазы. Это не магия. Это не Бог. Это не карма. Это не душа. Это не привидение. Это не террористы. Не черт. Не сатана. Не привидение. Никакие не тонкие миры. Это не соседи. Вас никто не преследует. Вам никто не угрожает. Мы живем под придуманным чем-то. Я рожден еще при Союзе в 87-м году. И как я понимаю, имплантанты ставились в роддоме всем или очень многим. И об этом родителей известность не ставили. Прививки и прививания в тело человека, посторонних микроорганизмов, а потом начинаются жартухи, проснухи, петлянки, раки, бородавки и прочие геморрой. Система такая. Об этом никто не должен был знать. Но под контролем власти хотят держать каждый мозг. И все, что вам послышалось или показалось, лишние навязчивые мысли в голове. Непонятные переживания или даже дергается глаз. И эта вся система отвлекает нас от чего-то важного. И нашей личной жизни. Объяснение простое. Спецслужбы хотят, чтобы все на них работали. Они не хотят, чтобы каждый развивался и становился автономной частью. Но тут еще столько есть. Если кому интересно, можете почитать под моим видеороликом, который называется «Внутренний голос». Подписывайтесь на канал. Успехов, здоровья вам! Спасибо за внимание! Если кому-то интересный, если кому-то понравился такой контент, можете оставить интересные комментарии. Я постараюсь делать по ним видеоролики. Видеоролики.